МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главном. Был ли тампон в голове? Разбираются врачи. Жители улицы Бадина опасаются за свою жизнь. После ремонта путепровода в районе ДСК строители оставили после себя множество недоделок. В Караганде началась вакцинация животных против бруцеллеза и сибирской язвы. Был ли марлевый тампон в голове? Пенсионерка из Караганда Екатерина Агафонова намерена пожаловаться в Министерство здравоохранения страны. Дело в том, что врачи из шахтерской столицы после операции, по словам женщины, оставили инородный предмет внутри раны и даже не принесли никаких извинений. Николай Кровец разбирался в ситуации. Екатерина Агафонова сегодня говорит с трудом. Пенсионерка до сих пор отходит от операции, которую сделали ей врачи. Женщина передвигалась по квартире, как вдруг неожиданно подвела нога. Карагандинка упала и ударилась головой об стул, а когда дотронулась до больного места, увидела кровь. «Ой, не то слово, что больно было. Из меня кровь так и стала, что я почувствовала только горячее под мной. И тогда давай кричать. Лена подбежала, хорошо она остановила кровь у меня. А так бы не зная, что было со мной». Скорая помощь, которая приехала к пенсионерке, незамедрительно забрала её в больницу. Медики сделали ей операцию и промыли рану. Но через 10 дней после выписки состояние Екатерины Агафоновой резко ухудшилось. Из головы стал вытекать гной, а через некоторое время вылез предмет, похожий на тампон. Родственники больной сразу вызвали врачей. «Я этот тампон видела своими глазами. Просто когда я его хотела взять, мама сказала «прости». Она была просто в шоке и в таком этом самом состоянии, когда она ничего не соображала. Но я как бы поддалась её этим словам. И не взяла этот тампон. И сожалею по сей день, что не взяла этот тампон». В Карагандинском областном медицинском центре уверяют, что никакого тампона в голове пенсионерки врачи не оставляли. Это всего лишь были кусочки мёртвой ткани человека. «Это не был марлевый тампон, это был участок никотизированной ткани, ошибочно принятый чуроком за тампон. Рана была загрязнена исходом микробами, и чурбийская обработка проведена по всем правилам». Однако родственники Екатерины Агафоновой намерены пожаловаться на карагандинских эскулапов в Министерство здравоохранения. Николай Кровец, Исламбек Аспанов, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Жители улицы Бадина опасаются за свою жизнь. После ремонта путепровода в районе ДСК строители оставили после себя множество недоделок. Нет пешеходных дорожек и бордюров, отсутствуют знаки дорожного движения, потому машины ездят по своему усмотрению, неся опасность людям. К тому же остались открытыми колодцы. В ситуации разбирался наш корреспондент. Более 470 миллионов они получили денег. Это что, они только отмывались, получается, здесь? Куда эти деньги делись? Жители улицы Бадина боятся за безопасность своих детей. После ремонта путепровода они вынуждены ходить на остановку по проезжей части. Нет даже пешеходного перехода, потому перебегать дорогу приходится на свой страх и риск. Большегрузные машины путь не уступают. Местные домохозяйки решили бороться за свои права на нормальную жизнь. Правда, сложно убедить работать Акимат Казбекбийского района, коммунальщиков и подрядчиков компанию «Матан». Как только у нас начали ремонтировать мост, начался вот этот хаос. Уже осень началась, когда дожди пошли, они начали красить мост, они начали делать, нам заливать на снег бордюры, на снег ложить. В подтверждении того, что раньше эта территория была вполне ухоженной, они предоставили вот эту фотографию, обнесённое бордюрами и засаженное газоном кольцо, тротуарные дорожки и возможность безопасно пересечь улицу, а также футбольно-волейбольное поле, где вечерами собирались детвора. Сейчас же вместо этого улица представляет собой сплошное глиняное месиво, в центре которого стоит открытый затопленный колодец. Вода из колодца залила уже всё вокруг. Чтобы пройти на остановку ДСК, жителям приходится изощряться. И теперь у нас колодец там открыт. Пока кто-нибудь не упадёт, они утонут. Да, а у нас дети, у нас здесь старики ходят, ну дети это, извините, ну не привяжешь же ребёнка. А компания подрядчиков «Матан» и лично главный инженер Валерий Маркелов встретиться с журналистами и жителями лично отказался. Возможно, ему стало стыда, но по телефону всё же пояснил, что вскоре начнут работу по проведению тротуара. Вот только выяснить, под чьим присмотром должен быть колодец и кто устранит течь, пока не удалось. Впрочем, это уже неудивительно. Открытые люки в нашем городе не редкость. Жаль, что вспоминают о них лишь тогда, когда случаются несчастья. Жители требуют Акимат района имени Казбекби не допустить беду и подключиться до отзорные органы прокуратуру к решению этой проблемы. Аймамрина Исламбеку Спан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Жители 12 микрорайона Майкудука против стихийной торговли около их домов. Это приводит к засорению дворов и остановок. На этом участке торговлю производят прямо из фур. Участковые с подобными нарушениями не борются, утверждают жители. По словам жителей, стихийные рынки оккупировали их дворы давно, уже более шести лет. Обращения в надзорные органы результатов не дают. А между тем, мусор от самовольного базара и торговли из машин жителям приходится наблюдать каждый день. К тому же здесь обитают подозрительные бродяги, которые часто матерятся и спорят на всю улицу. При этом с ними находятся дети. Просьба к власти, законность установки вот этих контейнеров, правильно ли они стоят? Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Вот мусорка стоит там, бесполезно у нас во дворе убирать. Бесполезно. Да, бесполезно. Вот здесь по ночам туалет. Извините, люди жалуются, вот форточки не можем открыть. А у людей за прилавками на этот счет своя правда. По их словам, они вынуждены здесь стоять, так как на рынке налоги очень высокие. У многих семьи и кредиты. А кто будет кормить моих детей? Да, разрешения мне никто не давал, но найти работу другую я не могу. Торговать на рынке я отказываюсь, там нет никаких условий, а деньги собирают исправно. А в Акимате Октябрьского района нам ответили, что полномочий работать с рынками у них нет. Мусор от рынка горняк. Да. Я садил предпринимательство, кто этим занимается. Рынками я рынками не занимаюсь. А в отделе предпринимательства Акимата города Караганды тоже предпочли сегодня отмолчаться. Впрочем, такая же ситуация и в ДВД. Интересно, кто в Караганде знает законы и точно может сказать, как бороться со стихийными рынками. Аймам Ренажа Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. После продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. А в Караганде правоохранительные органы обнаружили действующее подпольное казино. При вскрытии кассы игрового заведения обнаружили деньги и тетради с записями дохода этого заведения. Суммы впечатляют. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью вновь накрыли одно из подпольных казино, которое располагалось в спальнем районе города. На момент задержания там работало 15 игровых автоматов, которые приносили немалый доход их владельцу. Суммы переваливали за несколько десятков миллионов. Все деньги, поступающие от них, регистрировались в специальном журнале. К тому же в зале были их посетители. В основном молодые люди. Свои лица они пытались закрыть. Однако отвечать перед законом им все же придется. Владельцу нелегального игрного заведения грозит либо лишение свободы сроком до двух лет с конфискацией имущества, либо исправительной работы или же выплата солидного штрафа, сумма которого может составить 3 миллиона тенге. О пресечении меры наказания будет известно после решения суда. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Караганинской области ликвидировали подпольное казино в Караганде. По данным факта возбуждено уголовное дело по статье 307 УК Республики Казахстан. Проводится расследование. Жители улицы Космонавтов лишены общественного транспорта. Из-за плохой дороги по этому району отказываются курсировать автобусы. Теперь люди вынуждены ходить пешком на ближайшие остановки. А это занимает около часа времени. И такая картина на всем полотне протяженностью около 6 километров. Когда же ждать сотням жителям нормальных дорог и общественного транспорта, узнавал наш корреспондент Аймамрина. Это картина застрявшей грузовой машины, которая с трудом выбралась из ямы. Такая ситуация для улицы Космонавтов не редкость. После снега вся дорога сплошь в ямах и колдобинах. Водители автобусов по этому участку ездить отказываются. Людям приходится добираться пешком до ближайших остановок. Уходит около часа. Скорой помощи и пожарным тоже не сладко. Приходится постоянно на кондитерской останавливаться, слазить там. Потому что автобусы здесь по таким ямам. Недавно 34-й вообще сел его, вообще вытаскивали его. Вот с работы пойду я либо на вокзал пешком, либо на кондитерскую. Потому что здесь вариантов ждать вообще нет. Я чисто сам видел, что 34-й получается там шел, я на него сел. И он получается по частному сектору проехал. Хотя это ему запрещено полностью. По правилам дорожного движения ему запрещено ехать по частному сектору. А он получается ездит. Также 40-й, 31-й, 66-й по нашей улице ходит. Возмущены состоянием дорог и автовладельцы. По их словам, за месяц на ремонт машины уходит большая часть зарплаты. В автобусе постоянно ездим. Две недели все, ходовую надо делать. А налоги растут. Также вот на своей машине ездию. Налоги бешеные, а дорог никаких вообще нет. Это в том году у нас сделали, как так называемый, ямочный ремонт. Вот такой ремонт сделали. Как дорожники работали, получили деньги и в таком состоянии оставили дорогу. Мы налоги платим на это. А дороги никто не отвечает, как их делают и почем делают. Никому это не надо. Никто не следит за этим. Качество ремонта паршивое. А в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства по этому поводу жителей ничем обрадовать не смогли. В ближайшее время по этой улице будет произведен только ямочный ремонт. У нас средний ремонт проводился более трех лет назад. То есть уже прошли все гарантийные сроки ремонта данной улицы. В связи с чем планируется произвести ямочный ремонт. Ремонт дорог удовольствия, которое наши жители вынуждены практически выпрашивать. Ежегодно из бюджета выделяются сотни тысяч деньги. Но качество производимых работ оставляет желать лучшего. Что это? Коррупция или нерадивость компаний-подрядчиков? Вопрос, в котором должны разобраться надзорные органы и дать, наконец, жителям спокойно пользоваться общественным транспортом. Аймамрина Олжас, Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. А в Караганде началась вакцинация животных против бруцеллеза и сибирской язвы. На эти цели из местного бюджета было выделено 4 миллиона тенге. Такие профилактические мероприятия помогут хозяевам сберечь скот. Николай Стажарук сегодня около своего частного дома в Пришахтинске встречает ветеринарную службу. Сюда они приехали с одной целью – сделать прививки против бруцеллеза и сибирской язвы животным. Мужчина сейчас содержит только одну корову. Специалисты проверяют кровь на наличие различных болезней. Конечно, лучше. Прошлый год сначала не было врача, переживали, думали, как скотина, кто его знает. А потом Булат приехал, сделали вакцину. Мы теперь не переживаем, что знаем, что у нас есть врач. Укол от сибирской язвы действует 14 дней. Молоко в эти дни разрешается пить только в кипяченом виде. Сегодня в городе содержат разный крупный и мелкий рогатый скот – около 6 тысяч коров, лошадей, свиней и баранов. Всего в ветеринарной станции шахтёрской столицы работают 10 специалистов и 6 ветеринарных врачей. На сегодняшний день была проведена туберкулизация, читка реакции, взятие крови на бруцеллез и вакцинация против сибирской язвы. После проведённой вакцинации люди больше могут не переживать за здоровье своих животных и спокойно употреблять молочную продукцию. Николай Кровец, Исламбек Аспанов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. И в завершении выпуска ещё об одном. Впервые в Казахстане туристы Караганды совершили пятидневный конный переход. Областной клуб туристов предложил новый вариант активного отдыха и сразу же нашлись его приверженцы. Причём, чтобы попасть на пробный маршрут, пришлось даже устроить среди желающих настоящий конкурс. Казалось бы, чего проще устроить конную прогулку? Это действительно просто. И экскурсионные прогулки по несколько часов уже давно действуют в Алматы и Астане. Но экологический туризм предлагает свои возможности гораздо шире. Идея конных переходов родилась у руководителя областного туристического клуба Сергея Кистанова давно, лет 10 назад. Но парадокс. При большом количестве лошадей под седлом могут ходить единицы. Да и предприниматели довольно холодно отнеслись к идее конных переходов. Но, наконец-то, актив клуба разработал и определил более чем 100-километровый маршрут по Нуринскому району. Подобрал лошадей и инструкторов. От желающих отбоя не было. Хотя туристам пять дней предлагалось провести в условиях, приближённых к природным. Степь, лошадь и человек. Сначала, конечно, туристы прошли курс молодого бойца. Почувствовать себя джигитам удалось не сразу. Каждая лошадь, даже самая спокойная, имеет свой характер. Поэтому приходилось учиться, учиться и учиться. И всё это в сжатые сроки. И вот поход. В первый день подтвердилась истина, что там, где не пройдёт машина, конь даже не заметит препятствия. Идеальное состояние для качественного отдыха – это погружение в окружающую среду, нахождение здесь и сейчас, присутствие телом и душой в этом месте и в этом времени. Мысли в таком состоянии отсутствуют. А если приходят, эффективнее их прогнать, чтобы не нарушать гармонию. Про диванный отдых пришлось с радостью забыть сразу. Да, если честно, он и не вспоминался все пять дней. Через красоту природы в мозг проникает одна мысль – я казахстанец. Вот вам и патриотическое воспитание. Ну это такой неописуемый восторг. Лошади очень послушные, смирные, красивые. Степи казахстанские наши очень потрясли нашим внешним видом. И самое главное – от городской суеты можно просто отдохнуть. Я в таком восторге, я с детства в таком восторге не впадала. Как будто попала в такую сказку интересную, что ты сам на лошади скачешь. Вот тык-дык-тык-дык. Биуачная жизнь была украшена кулинарными изысками. После дождей появилось множество грибов, особенно шампиньонов. Так что полуфабрикаты были богато сдобрены грибными деликатесами. Вечернему бдению около костра не помешали и комары. А с утра снова в путь. В таком переходе важна качественная смена деятельности, при которой мысли полностью переключаются с работы на дело, которое приносит умственное расслабление и душевный и физический комфорт. Позитивные эмоции на лице каждого участника перехода. Мы решили спланировать и проложить маршрут многодневный, где люди могут, туристы могут проехать определенное количество расстояния на лошадях, посмотреть достопримечательности, подружиться с лошадью. И, кстати, у них должно быть время для того, чтобы отдохнуть. Мы считаем, что маршрут такого плана первый в Казахстане, единственный. И хотим географию этих маршрутов продолжить. Неплохо было бы такие маршруты продолжить, скажем, в Каркарлинске, в горах Кент. У нас много очень гор. Допустим, горы Егинда, Булака. Экологический туризм предлагает знакомство и с работой фермерских хозяйств. Надо же знать горожанам, что булки на деревьях не растут, земля требует огромного труда. А для организации подобных конных переходов уже нужны не просто энтузиасты, а профессиональные пешеходные туристы. Водники, конники, желающих познать свой край, получить удовольствие от похода и зарядиться позитивом, великое множество. Если умеешь качественно отдыхать, значит умеешь качественно жить. Сергей Высокозов, Александр Кирьянов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова